всем привет дорогие друзья сегодня у нас очередное знакомство с автомобильчиком opel antara так уж получилось снежок идет мы в шерегеше всех с новым годом с праздниками которые прошли желаю в новом году вам чтобы у вас все блоки ну а мне дальнейшего развития канала надеюсь вы приготовили чайчик кофеёчек поехали чайчик кофеёчек машина появилась в 2005 году первый раз в автосалоне во франкфурте и там был концепт картинка появится и в принципе я не знаю чего чего надо было еще дизайнером чтобы выпустить этот концепт в серийное производство серийное производство у нас началось 2006 году в общем то вот в таком виде и в принципе с 2006 года она вот так вот выпускается даже по моему по сей день но в википедии написано по сей день а на дроме написано что в шестнадцатом году закончилось производство и машина пережила в одиннадцатом году рестайлинг ну там рестайлинг в принципе вообще незаметный поэтому в общем то ну как бы внутренности там конечно поменялись но это мы заглянем когда подкапотное пространство там поговорим то есть под двигатели поменялись ну и коробки передач а в остальном как бы как он выглядел вот так вот так он и остался выглядеть по сей день до семнадцатого года компания opel принадлежала general motors сейчас она сайт это peugeot citroen компания у антары был как бы клон это шевроле коптива и также в разных странах она называлась по-разному и дэйвы и воксхолл и сатурн ну много разновидностей иногда удивляешься когда машина какая-то проезжает вот у нас в новокузнецке ездит дэйвы винстром что ли называется и в принципе то же самое абсолютно смотря на машину конечно дело вкуса нравится не нравится можете в комментарии написать нравится вам этот автомобиль или нет но в принципе если сбоку смотреть то машина в принципе достать достаточно неплохо соразмерно выглядит у нас видите немножечко тюнинга то есть стоят подножки чтобы не замять пороги где-то на бездорожье так вот если смотришь на машину то незаметно что здесь клиренс 200 миллиметров еще внизу здесь губа такая которая как бы вас предупреждает о препятствиях если вдруг вы слышите скрежет то значит вы наехали на бордюр выше положенного установлены большие колеса сейчас посмотрим какого они типа размера 225 75 r16 установлены установлены баферы которые принципе немного поднимают машину и в общем-то какая-то управляемость появилась ну со слов владельца приходая подвесок здесь недостаточно большие но эта машина покоряла алтая его самые отдаленные уголки горного алтая то есть в принципе этого предостаточно здесь у нас полный привод подключаемый включается задняя ось при пробуксовках но в принципе машина едет у нас рама очень жесткая здесь такое есть понятие интегрированная рама очень большие лонжероны по высоте смысле сечения и машина очень крепкая пару было аварий с этой машины но в целом она как бы осталась цела и ничего не повело и в общем то ну так как много всяких разновидностей это у этого автомобиля да там коптива то в принципе детали можно и от коптива поставить и от дэйва и от всего в принципе но коптива она отличается тем что у нее немного зад длиннее база и вроде как даже семиместные бывают машины у нас по подвеске она очень-очень пишут надежная до 100 тысяч километров 150 в принципе это на всех тачках так пишут что 150 тысяч километров она ходит но если конечно не ездите по всяким горам буераком и прочим жирные рычаги то есть это был удар в колесо и в принципе даже рычаг не погнулся очень надежно но один есть минус но это как бы можно будет сзади потом посмотреть это то что у нас дверь багажника у нас иногда перекашивается и не так закрывается но это у всех такая проблема у этих машин в остальном в принципе все сзади у нас много рычажка тоже в принципе ну сайлент-блоки только можно поменять там когда начинают они скрипеть но опять же это но если опять же вы много ездите по каким-то внедорожьем то тогда конечно они будут быстрее уходить в принципе я привык мы уже и съездили с не и ну то есть она на алтай ездила потом мы ездили красноярск 1500 километров и без каких-то проблем ну внешне болячки до которые то есть если машина не билась не красилась какими-то кустарными способами то у вас какие-то проблем по лкп не будет страдает конечно в основном капот который сколы получает и в общем то задняя опять же дверь багажника тоже там пластиковые рамки которые могут ну раньше цвести и также если вы ездите по грязи по грязи какой-нибудь то почаще надо заглядывать когда машину моете под арки что спереди что сзади там есть пусть там даже есть отверстие специально сливной который как бы вы можете открыть и промыть туда кершем там или еще чем-нибудь иначе может в общем то там начать ржавчина появляться вы видите у нас в принципе низ имеет неокрашенный пластик это как бы плюс если вы ездите по каком-то бездорожью но еще пишут что фары конечно но это опять же у всех машин такое бывает так как машины у нас вернее фары передняя оптика у нас пластиковая то со временем конечно она начинает мутнеть и посмотрелось что 23000 что лип стоит фара на но опять же можно наверно аналоги лес разборки где-нибудь купите либо китайщину депошную какую-нибудь купить погнали наверно под капотное пространство заглянем в общем то поговорим о моторах мутнеть и мутнеть и в общем то мы под капотом у нас стоит 24 167 лошадиных сил надежные двигатели разработок еще ну ставились они уже только с одиннадцатого года на антаро именно после рестайлинга но вообще этот двигатель также ставились ставились на джемовские машины с 2006 года у нас цепь проблемы только с натяжкой цепи может быть и в общем то это вы сразу увидите и услышите машина перестанет тянуть и на табло у вас джеки чан загорится в остальном каких-то проблем здесь нету ну пишут что иногда встречается с первых километров масложор но здесь вот проблем такой нету еще один из плюсов этого двигателя я считаю что но уже сто тысяч километров проехала машина за пять лет и в общем то заводится никакой сигналки не стоит ну кроме штатной конечно и в общем то заводится с пол пинка в минус 40 минус 35 в общем то это очень радует может быть конечно это именно конкретно этот экземпляр но у меня например бучок даже в минус 25 не заводится если поставить 23 дня дорестали ставились так же 2 и 4 но там по моему 140 лошадей это другая совсем модель двигателя тоже здесь напишу какой таблицу если здесь у нас алюминиевый блок статей если вдруг что-то будете откручивать на этом блоке лучше использовать динамометрический ключ старом двигателе у нас чугун нет никаких фазовращателей здесь есть регулировка фаз ну кстати из-за этого у нас если цепь растягивается то у нас фаза уходит и машина переехать перестает и ехать с той мощью с которой она должна быть также были у нас 2 и 2 дизелью по моему дизель зачем берут чтобы сэкономить топливо по расходу и дизель раньше конечно дешевле стоил но опять же пишут что у дизеля расход не тот который заявлено с завода изготовителем получается что немного на наврали и завышенный завышенный получается расход здесь 2 и 4 у нас до расход у нас ну вот смешанный цикл 13 13 литров на 100 километров вроде насколько я знаю ниже никогда не опускался ну а так пишут что там по трассе даже 7 может пожирать ненадежные вроде считаются двигатели в 6 но опять же из-за цепи и кстати ударе стали на двигателях 24 стоял ремень в общем то ну стоит все менять в регламент тогда но обычно с нашим с нашим климатом лучше конечно этот регламент который у вас книжки написан делить пополам то тогда машина будет вам дарить только в радости веселье вот в общем то наверное все что можно было по двигателям сказать агрегатируется у нас механической коробкой передачи и вот эта вся машина она стоила где-то миллион сто и аналог если так вот рассматривать это насколько я понимаю дастеры тирану nissan что в принципе владелицы рассматривал перед покупкой но когда ты сидишь в этой машине ты понимаешь что лучше вот эту машину взять чем тирана и дастер потому что они очень маленькие внутри особенно на заднем сиденье коробки передач как я говорил здесь механика и в принципе вес машины у нас 1900 килограмм с копейками конечно и 167 лошадиным силам с коробкой передач механикой очень то даже резво ездит эта тачка обгоной вот сколько раз обгоняли не было такого чтобы у тебя не хватало мощности даже в горку поэтому очень очень интересный автомобиль но опять же если вам нравится такой дизайн автоматически коробки передач у нас до рестайла стояли тойотовские айсины в общем-то всем известные не ломучий но если даже ломучий то и к любой сервисмен сделает а в рестайлах они ставили уже свою собственную разработку совместно по моему с фордом они делали джемовскую все элементы ну которые вам вас интересуют масло проверить все ближайшем доступе омывайка мозг правда вот здесь висит но он везде даже вот с уравчик мы с вами снимали тоже он здесь располагается у меня там мозг под ногами пассажира вот в общем то наверное все давайте наверно заглянем в заднюю часть заднюю часть посмотрим в общем то задница вся в снегу и в губной помаде перепачканное лицо в общем то задница еще более-менее выглядит у этой машины но опять же зализанные формы и все остальное багажник в принципе достаточно неплохой багажник он вместительный очень большое количество всяких ниш бардачков просто их дофига но опять же наверное это все-таки для американского рынка джем она как бы джем большое полноразмерное колесо тут и кучу всяких вещей можно сюда засунуть подсветка у нас сидушки раскладываются в ровный пол что тоже очень классно и можно поспать даже вот борту нас в лес в принципе но в остальном что здесь вот дверь страдает что она почему-то начинает вот эти петли но про 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 провисать и начинает вот здесь вот как бы вместе замка начинает здесь вот начинает тереть их появляются очаги ржавчины ну никаких тут прибамбасов типа автоматического до электрического поднятия бесконтактного доступа вроде все как бы так как она есть вот ну из-за этого плохо закрывается все заснежилось давайте заглянем куда салон что мы имеем сзади мы имеем достаточно широкую дверь ну что и спереди садится в принципе удобно у нас стеклопакеты электрические да с режимами авто на всех четырех дверях также у водителя ну в общем то я отодвинулся немного потому что мы немного в зимней зимней одежи и в общем то тут ну здесь сейчас уже не так много места но в принципе здесь комфортно ехать как я говорил мы путешествовали 1500 километров за один день и в общем то даже не устали можно в лёжку тут лежать три человека в принципе здесь входят ну и за фиксы есть плафон здесь установлены чехлы чтобы не марать машину так как в командировку часто на ней ездим какие-то ниши есть но правда бутылку сюда не поставишь спереди вроде как можно поставить бутылку вот в общем то наверное и все что можно сказать про заднюю часть автомобиля в общем то мы внутри салона вернее на водительском сидении и в принципе здесь лишнего ничего нету все вроде как все что есть все нужно очень нравится мне вот эти три воздуховода очень интересно сделано то есть один ты можешь на себя направить другой на пассажира а третьей можете назад пустить воздух обогрев по качеству конечно пластика так на вид прикольный но когда щупаешь тоже в принципе достаточно неплохой мягенький такой в принципе что еще надо для человека единственное что мне не нравится это вот это вот мультимедиа которая просто здесь даже она даже не 2006 года она не знаю похоже на какой-то калькулятор электроника старый спереди у нас по табло до два колодца три колодца вернее один у нас спидометр тахометр и указатель количество бензина в баке с левой стороны у нас переключение сделано тоже труд тумблер очкам таким же круглым как вот мы видели в бмв в уазиках владах даже такие по-моему сейчас ставят ну в общем то интересная вещь что же у нас дальше вот эта часть мне не очень понятно говорят что в новых новых и вернее более дорогих комплектаций это у нас насколько я помню космо были еще enjoy и что-то еще не помню какая топовая у них даже здесь есть как бы экранчик и здесь большой но опять же я смотрел сколько видео картинок не совсем уж там хорошая графика такая то есть не сравниться для 15 года точно здесь живут у нас набор разномастных клавиш которые в принципе тоже но единственное что мне нравится что они из такого touch пластика сделано что их приятно нажимать в остальном как-то ну не знаю разброс такой тут круглые здесь квадратные здесь круглые крутилки в общем то не очень понятно все у нас здесь есть сиди и также у нас есть юизби это тоже него немаловажным как бы аспект который в принципе является плюсом что же у нас здесь коробка передач у нас механическая интересно сделано красиво кнопочка для включения задней передачи включается на как на пятнашках суда и вот сюда лишь на руле на руле у нас значок опеля и примечательно что на грузовиках было только такой значок молния на обычных машинах насколько я помню там какой-то был дирижабль вместо молнии но потом определенный момент они поменяли на молнию то есть у нас возможно подключить телефон по bluetooth и разговаривать здесь функция hands-free да можно общаться принимать телефонные звонки с другой стороны у нас кнопки которые управляют мультимедией то есть меняем радиоволны музыку громче тише делаем в общем то и все тут установлен нас круиз-контроль и он на левый на левом переключателе где вот поворота там двойной климат-контроль то есть можно пассажиру другую температуру поставить и что интересно что здесь есть парктроники и есть помощь при спуске очень интересная вещь владелец говорит прикольно ему помогает он пользуется ну и также отключить систему стабилизации стабилизация интересно работает мы вот ехали нас начало заносить и машина быстренько выровнялась ну а здесь сверху у нас очечник оберег виде иконки ну и функции включать лампочки всякие разные ну и также у нас зеркало есть но к сожалению нету подсветки для зеркала в остальном в принципе чё у нас подушки безопасности все как надо сидение они не имеют явный такой боковой поддержки но эта машина и не сильно гонять-то создана хотя в принципе достаточно нормально за счет просто этих чехлов не так заметно но она есть есть нормально не вылетите короче но здесь у нас электропакет управлением зеркалами зеркала большие видимость в них нормальная но большое количество как я говорил здесь всяких ниш в дверях у нас можно бутылку полторашку прям вообще без проблем поставить ну и также какую-нибудь ерунду положить типа бумажек и всяких остальных где по уже часть здесь у нас два подстаканника видите с элементами алиэкспресса и здесь вот есть потаенная штучка кнопочка которая как бы отодвигаешь и там можно еще блин на обрез наверное спрятать то также помните кто обзоры смотрел на эскалейт у них есть такая типа магнитола потом так проводишь ручкой она открывается и там можно пистолет спрятать также здесь есть тайничок ну и здесь небольшая небольшой бардачок опять же мультимедия такая допотопная что здесь просто так не она не допотопная она очень странная потому что но дисплей он допотопный а вот чтобы найти нужную функцию в этой мультимедии надо наверное инструкцию читать потому что мы тогда искали чтобы рандом наиграли папки очень долго искали ну естественно нашли вот в общем то наверное все что можно сказать о салоне но осталось только прокатиться это уже наверное завтра мы с отрица поедем кататься на лыжах и прокатимся ну чё не успел рассказать напишите в комментариях только не надо там блять оскорблений потому что блин это у вас не слушает стороны показывают я все же стараюсь читаю и а интересная вещь вот еще с алиэкспресса заказан типа проекция спидометр там обороты интересная вещь что ж мы за рулем попробуем поехать мы едем руль а гулял очень нормальный уровень нормальный уровень слышит а эти бахеры чего они большие ямки стали сглатываться а маленькие да ну я-то знаешь на маленьких честно говоря даже нет не слышу все равно а большие да вообще не пробиваются тормоза не такие резкие как это я видел на тойота на премию вот так в принципе обзорность неплохая по трассе шри геш интересно блин на механике конечно тем более 6 ступая здесь механика стоит ну ладно разобраться дело привычки ну здесь по трассе то вообще сама то ехать единственное что тебе нравится такое что волки нервы отопления нет в этой версии нет высоко сидишь далеко глядишь в общем то конечно наверно 100 газом не сравним на 100 газе там вообще ну на 5 она не так разгоняется да если сейчас четвертую включить тоже как-то не усиливает как было надо третий чтобы она неплохо ну вообще как блин на 5 в гору обгонять нормально хватает сравнить ни с чем ну то есть не страшно обгонять ну в сосножку в гору и 1 5 спокойно поднимаешь ну а как в целом то машина как машина едет по трассе так вообще было дорогое ну да после этой блядкой девятки как за лайнер ездим пятнашка у меня была ну не мне нравилось она очень разгонялась хорошо бодрень для своего веса наверное не ну и здесь вес 1900 получается там в килограмм килограмм ну сюда движок 3.2 она конечно машина будет совсем так да уже такая злобная 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 так на холостом ходу у нас все 7.4 показывает 10 почему на холостом ну мгновенно ну в смысле что я кашу сейчас не давлю но два с половиной пока ну ему надо время чтобы подумать информацию однако вот я в пол газа жму на пятой передаче получается 22 ну и в принципе с оборотов получается 2.5 ну еще есть же 6 ну да по идее если ее сейчас включить у нас две тысячи оборотов и расход получается я почти не нажимаю мгновенно 7.4 7.6 ну нормально под горочку ну да если за миллион сто да правда ровно за миллион за миллион за миллион 980 по тем то временам еще густер дешевле стоил то есть это такая 680 а сейчас если брать то конечно сейчас они сравнялись по моему раз бустер стоит миллион и этот получается ну у нас его получается не производят да в россии опеля то нету нету ну вроде они заходят подписали по этой компании две модели там какие то на сайте висят ну зато удобно снять с частями любой корейский магазин блин ну ты тогда что то это когда заехал под грузовик что то говорил что дорого дорого а потом что то что ну с разборки нормально и крыло и дверь а новые да ну начинка вся старая осталась с то есть то есть с железом по деньгам что то 16 тысяч крыло с деревом за железом за железом ну просто потом конечно покраска там все это все это красиво у нас не ну по трассе конечно ты вообще не замечаешь механику это поставил ну да единственное что я замечаю что первое это короткая да будет первая короткая очень да потому что сразу вторую втукаешь и все да должен заедем в этом что на так а ну здесь еще есть такая херня как умный спуск с горы и три касания видел этот поворотник то есть ты можешь нажать этого я смотрю ему нравится что в одно касание три раза поворотник мигает ну вот в общем то наверное и все наша поездка закончилась мне в принципе в целом понравилась машина как она себя ведет как едет ставлю зачет ну в принципе да за миллион рублей как бы ну по объему просто в салоне гораздо больше места чем а в том же дустере или тиран а больше за такие деньги наверное ничего не купишь ну каптюр можно наверное да каптюр но он дороже по моему или так же в общем если понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь ставьте колокольчик ну и до встречи в новых видосах и всех еще раз с новым годом со всеми праздниками пока 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 и и и и и и и Продолжение следует...